Всем привет! Хотя еще и ноябрь, но вы знаете, до нового года недалеко. Это я к чему? Конечно, я не про новый год, я просто так вспомнил, что уже новый год скоро будет. Сегодня я сделаю салат, который просят реально очень много людей. Это салат Цезарь. Банальный, простой. Мне кажется, что его уже скоро лет через 5-6 отнесут к русской кухне, потому что в России нет ни одного ресторана, который бы не готовил салат Цезарь. В какой-то момент даже этот салат мовитоном стал. Да, кстати, у меня спонсор Гренков, Греночки, делает, есть у них специальная линейка для салатов. Ссылка в описании. Там посмотрите, там и о вкусах обо всех написано, о всех линейках, вариациях. Они уже, кстати, были у меня на канале разочек. С ними продолжаем дружить. Значит, что касательно салата Цезарь. Сегодня я буду делать его, знаете так, на зло всем врагам и на радость всем друзьям. Я буду делать сегодня с креветками, не банальщину, с куриная грудка, а все-таки, знаете, с гламурным, дорогим, хорошим продуктом. Креветочки. Обязательно, я даже сегодня не поленился, сгонял с утра на рынок и купил настоящий пармезан. Прямо итальянский, все со всеми штрих-кодами. Тут тоже, вот видите, пармезану, риджану, все, диопи, био, эко. В общем, по-настоящему. Значит, у кого нету, ну сорян, но возьмите другой сыр, белорусский и так далее. Я вот к чему все это веду. С салатом Цезарь все очень просто. И одновременно довольно сложно. Лучше всего делать его, конечно же, из айсберга. Фу, не айсберг, это Романо. Чуть было не спалился. А то и так меня в неграмотности обвиняют хейтеры, да тут еще чуть повод не дал. Значит, листья Романо, это то, что должно быть в салате Цезарь. Хотя его, вот я по России много езжу, встречаю в ресторанах, делают и из китайской капусты, и из айсберга. И мешают с рукой, что так не делают. Но как бы общепринятый мировой вариант и тренд, это листья Романо. Именно такого вот настоящего, импортного Романо у нас такой не выращивают. Все, что у нас выращивают в России, конечно, это оно, оно, как это называется. Ну, в общем, не важно. То, что в проруби плавает и выглядит он совершенно по-иному. Итак, желательно брать, вот смотрите, я отрываю листочки, знаете, вглубь ухожу, да. Один верхний взял для снижения себестоимости. Но верхний они, видите, такие лопушистые, мягкие, вялые. А к серединке они, конечно, такие более хрустящие, ну и чуть светлее по цвету, то, что надо. Салат я заранее помыл, помыл заранее. У меня с Цезарем связана совершенно удивительная история, я буду параллельно делать и рассказывать эту историю. В России существует такой фестиваль гастрономический, который называется Гастрит. Значит, вся отрасль ресторанного бизнеса со всей России собирается в Сочи. Все шеф-повара, владельцы бизнесов, официанты, бармены, администраторы, директора. Все-все-все там. Все там и все тусят, обучаются, смотрят, общаются, знакомятся и так далее. Значит, и не в этом году, не в 17-м. А сейчас 18-й, да, у нас год? Не в 18-м, а в 17-м году на Гастрите, значит, взяли такую традицию, ну, что-нибудь хоронить. Знаете, в прямом смысле этого слова, такой театр абсурда, но очень круто. Так вот, в 17-м году хоронили салат Цезарь. И я вот с того года, с тех похорон, ни разу не готовил этот салат. Но по вашим запросам, так сказать, я же в этом принимал непосредственное участие. Я составил клятву, хотел сказать, молитву. И весь зал, соответственно, присягал. Ну, в общем, мы присягали, что в ресторанах готовить не будем, но дома-то можно. Иногда себя побаловать. Так вот, мы сложили в гробик листья салата, черри, куриную грудку, сыра туда накрошили, яиц. Соусом все залили, заколотили, в катафалт погрузили, отвезли, в ямку положили, поставили обелиск. Такая голова Цезаря с топором воткнутым. Вот. К чему это все рассказываю? К тому, что... Почему это произошло, да? Да потому, что вот этот салат стал как бы мувитоном. Ну, то есть, каким-то таким уже изъезженным блюдом, вариаций миллиард, миллиард вариаций на тему салата. Какой он должен быть, с какой заправкой, или миллион и вот этих каких-то ингредиентов. Салатных листьев, томаты разные, все, что только не запихают. Я все-таки склоняюсь к такому, знаете, промежуточному варианту, классика и, знаете, легкое авторство. Классика заключается в чем? На каналах других блогеров я, как бы, противник майонеза, всегда говорю, что нам жрать больше в мире нечего, кроме майонеза, что вы постоянно едите майонез один. Так вот, второй раз на моем канале появляется магазинный майонез. Магазинный. Объясняю для чего. Алиса, ты что? Что ты думаешь про майонез? Алиса, что думаешь про майонез? Ништяк пойдет для... Ну, молодец, все. Алиса говорит, майонез хорошая штука. Но только в рамках салата «Цезарь». Почему магазинный? Я так не могу договорить. Да потому что вот тот самый ресторанный, вот тот вкус детства, который создает вот этот вот «Цезарь». Да, вот многие где-то пробовали салат «Цезарь» с такой заправкой и говорят, все мне не попадается, не такие вкусные. А вот была там вкусная. Это из-за магазинного майонеза. Реально, из-за него. Все остальное я делаю на свой вкус, по своим рецепторам. Как я чувствую это. В общем, я все это к чему веду? Мы тут с шефами недавно пообщались. И вот знаете, не я один склоняюсь к такому мнению, что вот как только ты делаешь соус «Цезарь» сначала до конца руками, вот он как бы клиенту не очень нравится. Через одного все спрашивают. Ну, как бы, что-то не то. Ну, вот что-то не то. Но стоит его сделать на основе домашнего майонеза, стопроцентный эффект. Фу-ты, магазинного, да. Короче, магазинный майонез рулит в соусе «Цезарь». Вот к чему и все это. Значит, я покатал лайм для того, чтобы разбить перепонки. Отрезаю кусочек. И именно сок лайма я выдавливаю в майонез. Делаю его кислее. Значит, выжимайте немного сока. Если что, потом всегда можно добавить. Пока что отложу. Потом в чай себе закину. С помощью сока лайма я сделал майонез кислее. Зубчик чеснока. Без чеснока считайте, что не получился соус вообще. Очень много рецептур делается без чеснока. Вот вы открываете просто, например, в гугле набиваете «Цезарь». Да, и видите. Вот вы поройтесь, посмотрите. Никто не кладет чеснок. Первые там 10-15 топовых. Там Юлия Высоцкая и так далее. Но в ресторанах обязательно добавляют чеснок. Именно сочетание вот сока лайма, чеснока и анчоусов дают вот тот самый вкус «Цезаря». Небольшой зубчик чеснока. Не весь, половинку на этот объем. Нужно на терочке его натереть. Можно через чеснодавку попробовать. Оп. Майонез и чеснок. Ни для кого не секрет, да? Миллион блогеров, которые говорят, «Мы для вас приготовим новогодние закуски к праздничному столу». Нарезали помидоры, майонезом с чесноком намазали, укропом посыпали и подали. Блин, по 500 тысяч просмотров. Наверное, мне тоже нужно такую же какаху делать, да? Прям вообще вот трехкомпонентные блюда. Помидор, хурмы кусок и соевым соусом. И подавать к столу, да? Ну вот, напишите мне, короче. Почему вот у меня такое маленькое количество подписчиков, а у людей, которые готовят всякую какаху, этих миллион. Вот смотрите, филе анчоуса. У меня есть баночки. Лучше брать импортное. Наше не берите никакое, крымское, сочинское. У нас российский анчоус не соленый и в масле. А знаете, его там не знают, что-то с ним делают, варят, сушат. Ну, в общем, это нет. Лучше вот взять, потратить разочек на анчоусы. Денег, они хранятся полгода. Вообще с ним ничего в холодильнике не происходит. Три филюшечки маленькие. Ну, то есть, одна побольше, вот эта поменьше. Здесь главное не переборщить с анчоусом. Анчоус соленый, очень вонючий. Кстати, вилочкой его, кто ножичком, кто чем его режет, кто толкушкой, кто-то делает блендером соус. Ну, то есть, берет основу майонез, потом начинает добавлять всякие ингредиенты и, соответственно, превращает все это блендером в пюре. Анчоус разломать не такая простая задача, но, знаете, тут как бы заморочек не так много. Короче, как-нибудь его нужно превратить в пюре. Может быть блендером, да, и будет даже удобнее. Ну, знаете, не суть важна. Тут как бы анчоус, майонез. Весь добавлять не буду. Вижу по объему, что много. Теперь нужно все тщательно перемешать. Вот. И теперь уже начинает вырисовываться аромат заправки Цезарь. Значит, чтобы не было кусочков анчоуса, делайте все-таки блендером. У меня просто блендер в машине и идти я за ним не хочу. Все, меня устраивает так. Именно запах вот этот рыбно-чесночный и есть соус Цезарь. Анчоус так быстро не раскрывается, поэтому нужно дать ему немножко постоять. Ну, поэтому я вначале его делаю, а потом, значит, буду жарить креветки. И он за это время настоится. Но это еще не все. Ворчестер. Вот именно ворчестер соус должен идти обязательно в заправку Цезарь. Вот смотрите, не полную ложку ворчестера, не полную чайную ложку. Ну, то есть граммов, наверное, здесь 5. Сразу убираю, чтобы никакой рекламки у нас тут не было. Подумайте еще, что я рекламирую ворчестер. Его нужно размешать. О-о-о, аромат. Знаете, что я еще люблю делать для заправки Цезарь? Немножко цедры лайма. Цедра лайма очень пряная и подчеркивает аромат анчоуса. Только немножко, только вот прям смотрите, сколько у меня в тарелке. Видите? Переборщите, лайм забьет все. И вот сюда мы добавляем пармезанчик. Совершенно такое, знаете, небольшое количество. Я думаю, что вот на этот объем половина столовой ложки натертого пармезана будет достаточно. Потому что мы же его еще будем добавлять потом в сам салат. Но в соусе пармезан должен быть. Кстати, салат этот вовсе не итальянский. Но не в чистом виде итальянский, скажем так. Придумал его там по разным всяким источникам. Значит, один и тот же человек. Он во всех источниках один и тот же. Цезарь Кардини. Он назван в честь его имени. Шеф-повар. Итальянец американского происхождения. Или американец итальянского происхождения. Ну, короче, вот чувак живущий. То есть все такое. Бургеры. Салат Цезарь. Сосиски. Грудинку копченую и так далее. Придумали. А, и роллы придумали америкосы. Ужас какой. Короче, вариаций там, вернее, легенд много. Значит, по одной из легенд, там звезды какие-то приходили. По другой из легенд, что-то не хватало каких-то ингредиентов для другого блюда. Там он взял просто куриную грудку. Ее быстро обжарил, порубил. Сделал с анчоусами соус. Бах. Кто-то говорит, что салат этот должен быть совершенно вегетарианский. То есть из невегетарианского там только анчоус. Все остальное. Не должно быть никаких креветок, ни куриная грудка, ничего. Просто листья салата, гренки. Гренки обязательно. Томат черри. И вкусная заправка. Смысл в заправке этого салата. Что вот как бы авторство отдают Цезарю за то, что он сделал заправку, которая просто вошла вот в века. Поэтому и нужно заправке уделять массу внимания. Мало рыбного вкуса. Я бы сюда добавил чуть-чуть воды. Мне не нравится его густота. Чуточку. Мне хочется его сделать более жидким. Но я хочу сказать, что это, конечно, прям то, что надо. Нужно запомнить три вещи. Первое. Это анчоус в заправке. Второе. Это сок лайма. И цедра лайма. Кто-то добавляет цедру, кто-то нет. Я добавляю. Именно лайма. Не лимона, не уксуса и так далее. И третье. Это пармезан. Внутри соуса. Но без чеснока не обойтись. Поэтому чеснок это четвертое правило Цезаря. Все. Ворчестер. Тоже мы обязательно должны добавлять. Но если вдруг у вас нету ворчестера, вместо него можно, знаете, капельку, там, буквально чайную ложку добавить соевого соуса. Так делают. И все зависит от того, у кого какой вкус. Вот нравится человеку в одном ресторане, а в другом не нравится. Вот он ходит в один и хвалит Цезарь там. Не подозревая, что рецепт совершенно не оригинальный может быть. Да он вообще не существует. Оригинальный рецепт Цезаря. Мне так хотелось жирануть, что я купил себе крутые вот такие вот большие крупные креветки серо-зеленого цвета. Значит, кто-то называет их тигровыми, кто-то королевскими, кто-то еще чем-то. Это просто креветки 16-20. Обычный Бангладеш. Очень часто и во многих городах рестораторы, шеф-повара используют креветки. Я вот как раз параллельно показываю, как их чистить. И что меня еще возмущает больше всего. Ну, креветки не дешевые, да? Но разочек можно, знаете, себе позволить. Вот хотите к дню рождения, например, или к Новому году поставить Цезарь. Ну, блин, ну накопили же сколько-то денег. Ну, купите креветки-то нормальные. Не покупайте их там за 300 рублей килограмм. Те, что вообще есть невозможно, или в которых шелухи больше, чем мяса. Многие в ресторанах, и вы наверняка встречаете, очищают креветку, оставляя хвост и последнюю фалангу нечищенной. Меня, например, это раздражает в салатах. Потому что, блин, каждый раз нужно брать это руками, потом тереть салфетку. Мараешь руки, я не кайфую. Поэтому возмущайтесь. Я всегда возмущаюсь в ресторанах, если мне приносят вот так. Я чищу креветку полностью. Снимаю последнюю фалангу. Пусть, может быть, она не так эффектно выглядит. Но я считаю, что в салате должно быть все съедобное. Значит, напоминаю, что у нас здесь есть кишка, которую нужно открыть, посмотреть, зацепить. Вот она. Но в итоге получается, что это, наверное, как это, трусливая креветка, да? Она опорожнилась перед тем, как ее выловили. Все, тут ничего нет. Но здесь часто попадается песочек, и поэтому я рекомендую его всегда, эту вену кишечную, вытаскивать. Значит, для салата Цезарь я креветочки, знаете, что делаю? Вдоль их вот так вот разрезаю. Не до конца, почти до хвоста. Они вот так вот гораздо быстрее жарятся. Ну и выглядят, знаете, немножко пошловато, но я прям кайфую от этого вида. Так, я нарезал креветки вот так вот вдоль на две части. Да, в ресторанах столько креветок не подают. Не, ну они же продаются в магазине килограммами. Меньше килограмма купить нельзя. Хотя кто-то потрошит и продает на развес. Но вообще я вот покупаю всегда пачку, пачки килограмм. Что мне с ней делать? Конечно, я их щедро отправляю в салат Цезарь. Так, я наливаю масло. Масло лью довольно много. Ну то есть как, для меня вообще это много. Здесь, наверное, около трех столовых ложек. Вот Дуся. Дуся спит как танк. Конечно, Дуся старенькая уже, 15 лет, я что говорить. Конечно, спит уже много времени. Так, масло нужно хорошенько разогреть, хорошенько. Грязным ножом, который был в креветках, я раздавлю чеснок. Сейчас, многие потом будут писать мне, типа, чувак, забей на троллей. Нет, ну как раз вы троллите меня, значит, я конкретно к этим троллям вот и пишу. Видите, нож грязный, чеснок раздавил грязным ножом, отправляю его в кипящее масло. Чтоб чеснок испачкал масло. Значит, что я делаю далее? Далее. То есть масло раскаленное и влажные креветки. А где мой? Сорян, а огонь-то мой где? Где мой огонь? Так, огонь нашел. А вот уже чесночок придется выкинуть. Он обжарился так вот хорошенечко. И если я его оставлю, он будет горчить. Огонь мне нужен для чего? Для того, чтобы поджечь креветки. О! О! Не-е-е! Оп! Этого будет достаточно. Соль обязательно. Перец чуть позже. Вот смотрите, обжаривал их примерно, наверное, секунд 30. Я их пока что не вытаскиваю из сковороды. Я хочу сказать, что когда вы жарите креветки. О! Одна креветка осталась. Е-мое! Ну, я ее тоже дожарю. Чуть позже. Значит, когда вы жарите креветки, вот как только они побелели, а некоторые из них даже, видите, не совсем побелели, а такие еще чуть-чуть прозрачные. Вот вы можете поглядеть. Сырая креветка выглядит вот так. Вот это уже готовая креветка, но еще сочная. Если вы будете их обжаривать дальше на огне, они станут у вас деревянно-резиновыми. Вода из них пойдет. Видите, у меня ни капли воды не вышло из креветок. Они все там собраны. Я про капельки воды, они в смысле. А вот эту, конечно, креветочку мне придется тут подержать еще какое-то время. Дожарить. Видите, они продолжают у меня жариться. Ну, догреваться на сковороде. Но я их уже снял с огня. Сейчас это даже у меня успеет позеленеть. Да, похоже на козерожку. Какая смешная. Вот они вот, когда их разрезаешь не до конца, то они вот держатся на хвостике, но при всем этом моментально прожариваются. Вот здесь прям винтом закрутилось. Моментально прожариваются. И их не нужно жарить прям 3 минуты. Хватает там 30-40 секунд. Но только в раскаленном масле. Ну и нельзя, конечно, их пожарить килограмм. Только вот такими небольшими порциями. Собираем салат. Значит, листья вот я их специально сложил вот в этот большой тазик. Нарвать их нужно крупно. Знаете, так, чтобы было можно, удобно, так, чтобы удобно было есть. Я рекомендую рвать вместе со стебельками. Некоторые повара и некоторые блогеры вот говорят, что надо отрывать, обрывать края и оставлять серединку. Серединку там куда-нибудь выкидывать или еще что-то. Не, я считаю, что это хрустящая классная субстанция. Часть салата, которая должна быть обязательно здесь. Теперь сюда небольшое количество заправки. Да, все-таки вот магазинный майонез. Он делает этот соус, как ни крути. Заправки не должно быть много, но ее нужно, знаете, как, хорошенько перемешать. Для того, чтобы все листочки как бы обвалялись в этом соусе. Но в то же время соус не должен их утяжелять. Иначе салат будет не воздушно лежать, да, а как будто его кто-то там придавил. Как будто попой слоненок сел на него. Почему я добавлял немножко воды, да, вот когда заправка в меру жидкая, не очень густая, тогда она равномерно распределяется по листьям салата. Видите, каждый листочек покрыт заправкой. Помидорки черри. Ну, красивее резать поперек. Но вообще не имеет никакого значения, как вы режете. Просто режете, чтобы было вкусно. Помидоры черри все равно выход такой, знаете, зимний, потому что уже сладких узбекских томатов нету. А черри, они хоть и бывают иногда жестковатые, но все равно сладкие, более-менее. И очень популярны, кстати, в России. Чего еще не хватает? Перепелиные яйца. Варил их после закипания ровно минуту. Когда вы варите ровно минуту, желток не синеет. Смотрите, становится мягенький. Но чаще всего люди варят 3-4 минуты перепеленное яйцо. Быстро очень варится. Мало того, что желток становится белый, твердый, по краям синева образуется. Я так не люблю. Я люблю, чтобы он был яркий и чтобы был мягкий. Раз, два, три, четыре, пять яичек. Ну, тоже, как бы, креветок много, да? И яиц тоже должно быть много. Конечно же, сейчас все выкладывается, как бог на душу положит. Цезарь вообще такая штука непритязательная. Есть у нас ряд поваров, кто пытался сделать авторскую подачу красивую. Но опыт показывает, что люди сильно не парятся, когда получают цезарь. Цезарь должен быть вкусным, а не красивым. Потому что итальянская еда, знаете, вот те общепринятые блюда, которые, там, мы знаем, пасты всевозможные и так далее, они ведь очень просто подаются, без всяких понтов. Так и цезарь. Значит, креветки обещал перцем. Пожалуй, перцем и посыплю. Значит, креветки у меня получились с легким чесночным ароматом. Ну, без этого никак. Пошли креветочки. Значит, такой жирненький салат, да, я имею в виду, праздничный, настоящий получился. Дальше. Перепелиные яйца. Здесь по вашему желанию. Я вообще люблю много яиц в цезаре, поэтому все яйца добавляю сюда. Томаты черри. Отправляем так, чтобы было красиво. Выглядит как пицца. Да, кстати, можно сделать, некоторые делают авторские вот эти пиццерии, такую пиццу, знаешь, цезарь. Запекают ее там сыром и томатом, а потом накидывают листьев с заправкой, перемешивают. Значит, зелень, ну, кто-то добавляет какую-то зелень сюда, зеленый базилик. Но это все нет. Вот он должен быть такой. За исключением одной маленькой детали. Вот этого гламурного, запрещенного в Российской Федерации сыра. Надеюсь, нас не посадят за это. Но всегда же можно сказать, что это друзья привезли из деталей, да? Так, греночки. А, вот они так открываются. Короче, вкусов масса. Я выбрал зеленью пшеничные. Есть с чесноком, но это чеснок и зелень. Есть с чесноком, есть прям конкретно для цезаря салата. Но я решил, тут у меня все авторское. Поэтому я упрощу себе жизнь. Можно было бы и гренки, конечно, пожарить. Но зачем, если есть уже готовые? Значит, я их высыпаю сюда. С гренками тоже не борщите. Салат не должен быть хлебный. Гренки должны всего лишь дополнять всю эту гамму вкуса. Помните, как выглядит салат «Цезарь»? Как выглядел раньше. Обильно засыпанный пармезаном. Теперь такого не встретишь, дорогие друзья. Берите на заметку. Ориентируйтесь по вкусу. Он должен ярко пахнуть анчоусами. Соус должен быть кисловатый. Ну, понятно, ароман такой свежий, горьковатый. Греночки хрустящие с ароматом травы. Яйца нежные. И заправки. Хотите, можете потом еще больше заправки сюда добавить. Это уже на ваше усмотрение. И про помидоры черри не забывайте. Самое главное, делайте вкусно. Пока. А пробовать я еще должен, да? Не, не пока. Не пока. Давайте-ка поглядим, что у нас получилось в салат. Креветка. Сухари пошли. Немало соуса. Простите за долгое жевание. Это вкус моего кулинарного детства. Салат, конечно, жирненький с точки зрения бабла и ингредиентов. Но, знаете, это стоит того. Это реально стоит того. Когда вы будете спрашивать меня, чем можно заменить креветки, лист салата и сыр, я могу сказать сразу, ничем его нельзя заменить. Есть ингредиенты в блюде, которые создают тот вкус блюда, блюду, который мы привыкли видеть в ресторанах. Хотите классный цезарь? Придется немножко потратить денег. Из гумна сделать вкусный салат не получится. Это я вам сразу говорю. Но зато это стоит того. Реально. Это крутой вкусный салат. Пока.